Меня попросили сделать лекцию прочитать о эпидемиологии и профилактике рака. Однако я считаю, что на сегодняшний день оторвать злокачественные опухоли от других форм хронических и неинфекционных заболеваний нельзя. По многим причинам, потому что и тренды более или менее одинаковые, и главное, факторы риска в значительной степени перекликаются одни с другими. На этом слайде представлена динамика смертности от всех причин в Российской Федерации, а внизу Англия, Объединенное Королевство. Как вы видите на слайде, то, что я здесь показываю, трудно назвать трендами. Это прыжки вверх и вниз смертности от всех причин, которые происходили в 90-е годы и в начале 2000-х годов. Как вы видите, недавно, совсем не недавно, уже почти 10 лет, наметилось снижение смертности от всех причин, и это хорошая новость. Но все-таки хочу вам отметить, что, несмотря даже на снижение, вот эта низко-нижняя точка, уже 2013 год, разница между смертностью в нашей стране и Объединенным Королевстве, в общем, колоссальная, колоссальная. И с этим надо что-то делать, как вы понимаете, и когда в моем докладе вы услышите то, что мы уже что-то делаем и уже что-то сделали. Значит, вот это тренды мужчин от всех причин, это женщин тренды. Значит, далее. Теперь я хочу рассказать вам, чем, так сказать, детерминированно вот этот тип тренда, вот эти скачки вверх и вниз. В первую очередь, сердечно-сосудистыми заболеваниями, как у мужчин, так и у женщин, а также внешними причинами, не медицинскими причинами. Как видите, злокачественные опухоли у женщин они стабильны, а у мужчин у нас отмечается снижение смертности. Это, значит, структура смертности от злокачественных опухолей, рак легкого, как всегда, и как и везде, собственно, на первом месте. У нас в год умирает более 40 тысяч человек, мужчин в данном случае от рака легкого. На втором месте рак желудка, на третьем рак толстой кишки и так далее, рак простаты и так далее. Я хочу напомнить, что в мире ежегодно умирают от рака легкого миллион шестьсот тысяч человек, в то время как заболевают миллион восемьсот тысяч. Аналогичная картина по женщинам, на первом месте рак молочной железы, на втором месте колоректальный рак, далее рак желудка, рак легкого и так далее. У нас, у наших женщин, наши женщины не достигли еще максимума заболеваемости и смертности от рака легкого. Я надеюсь, все-таки мы избежим этого, так сказать, этого и смертность, тренд, который наметился на снижение у женщин, также продолжится. Ну, это слайд не очень приятный для нас, это смертность от всех причин. Как вы видите, Россия в первой десятке смертностей, наряду с нашими близкими соседями, странами Восточной Европы и бывшими странами Советского Союза, республиками Советского Союза. Видите, Россия на восьмом месте, высокая смертность. У женщин ситуация лучше, видите, красным обозначено, все равно, и что касается женщин, мы тоже входим в 15. Да, я хочу сказать, что на этом слайде верхний график – это 15 стран с наиболее высокой смертностью, а нижние 15 – это с наименьшей смертностью от локачественных опухолей. Теперь все-таки новости-то положительные, как я уже сказал. С начала 90-х годов, примерно с 93-го года, отмечается снижение смертности от всех причин, как у мужчин, так и у женщин. Как вы видите, начало определяется, начало 93-94-х годов. Теперь вот наиболее часто встречающаяся форма рака – это рак лёгкого. Опять мы среди чемпионов, но не среди самых чемпионов, но всё-таки близки к ним, по мужчинам, по смертности от рака лёгкого среди мужчин, среди женщин, как я уже сказал, ситуация лучше. И опять-таки хорошая новость, как я уже сказал, снижение смертности от рака лёгкого с начала 90-х годов, как у мужчин, так и у женщин. Далее я вам покажу несколько слайдов, на которые представлены динамика смертности от формы рака, причина связанных с курением. Это смертность от рака гортани. И как вы видите, динамика абсолютно повторяет динамику по раку лёгкого. Снижение с 90-х годов как у мужчин, так и у женщин. Правда, здесь у женщин есть какие-то всплески, причину которых я не знаю, но тем не менее я хочу подчеркнуть, что динамика злокачественных опухолей, причина связанных с курением примерно одинаковая. Здесь смертность от рака полости рта и глотки. Вот здесь, понимаете, есть некая разница, как вы видите. И это я хочу объяснить тем, что кроме курения в данной патологии важную роль играет чрезмерное потребление алкоголя. И если вы обратите внимание, вот здесь флюктуации напоминают флюктуации от всех причин в России. И это рак пищевода. Видите, снижение опять-таки у мужчин с той самой критической точки 90-х годов, начало 90-х годов, а у женщин снижение происходит давно. Ну, рак желудка. Мы знаем, что рак желудка традиционно у нас всегда высокий, заболеваемость и смертность. Снижение, как вы видите, давнишнее снижение 60-х годов, снижается смертность от рака лёгкого. Хочу признаться всем вас, что вклад наш, медиков, в это снижение нулевой. Мы даже толком не можем объяснить, почему это случилось. Но есть, конечно, гипотезы. Это снижение инфицированности геликобактер пилории, это изменение питания в лучшую сторону, более здоровое питание, больше овощей и фруктов. И, конечно, хранение пищи, пищевых продуктов. Не, так сказать, погребания, ну, с развитием пищевой промышленности, развитие промышленности, вот, холодильных, но и промышленности. Но тут у меня есть наблюдение интересное. Как вы знаете все, снижение смертности в Японии от рака желудка объяснялось якобы эффектом эндоскопического и других форм скрининга рака желудка. Смотрите, японцы говорят, что вот скрининг рака желудка привел к снижению смертности от рака желудка. Однако, я хочу вас уверить, что мы в России в этом направлении ровным счетом ничего не делали. Никакого скрининга или мер по ранней диагностике рака желудка не было. А вот снижение смертности параллельно, ровно одинаково, как в Японии, так и в России. Что опосредованно говорит о неэффективности скрининга рака желудка, ну, вообще и в частности в Японии. Эта динамика, я тут быстро уже пройдусь, колоректального рака, некая стабилизация потом, снижение. И, наконец, рак молочной железы, рак шейки матки, рак, пардон, рак молочной железы, извините, рак молочной железы стабилизировался и потом пошел вниз. А это вот наш позор. Повышение смертности от рака шейки матки, вот с того самого момента, как мы прекратили скрининг рака шейки матки в Советском Союзе, в России. Причем мы, ну, скрининг у нас, в общем, был неорганизованный, но, тем не менее, он влиял, вот он повлиял. Тут, конечно, заболеваемость снижалась тоже. Он повлиял на смертность. Если мы возьмем динамику по отдельным группам, возрастным группам, то мы увидим, что у молодых, молодых возрастных группах рост... Доктор Фоминцев, вы мне мешаете, вы... Спасибо. И вот рак простаты. Смертность растет, в отличие от многих стран, где она снижается. Теперь вот я перейду к профилактике. Я не буду касаться всех факторов риска. Я коснусь наиболее значительных вообще и особенно для России. Я хочу напомнить, что... Пардон. Что в 51-м году англичане, Вичард Долл и американцы в первый раз показали, что курение является... Повышает риск, является причиной развития рака легкого. С тех пор накапливаются данные, много лет, много лет принимаются меры превентивные. И вот мы видим здесь... Прошу прощения. Мы видим здесь ряд рабочих совещаний в Международном агентстве по изучению рака, в которых в результате обзора литературы, изучения, анализа литературы доказывалась связь курения с различными формами рака. Теперь курение отвечает более чем за 15 видов злокачественных опухолей. И я вот начну с этого слайда показать, что вот в 48-м году в Великобритании курили 83% мужчин. В 2010-м году уже 25. Это большой успех снижения на более чем 3 раза. И это, конечно, повлияло... Вот я вам показывал. Это, конечно, повлияло на то, что снизилась смертность от рака легкого и от всех форм злокачественных опухолей. И снижение... Этот слайд все знают, кстати говоря, но он очень важный. Что снижение смертности от всех причин произошло в результате снижения смертности от форм рака, которые причины связаны с курением. А все остальные формы рака, видите, как-то они не очень ясно флюктуируют. У нас, как и во всех, во многих других аспектах, свой путь в этом направлении. Мы, к сожалению, поздно спохватились на предмет вреда, опасности курения. И вот в 85-м году, конечно, мы говорили об этом раньше, были некоторые работы по этому поводу, но в 85-м году было формализовано нашей стране понимание того, что курение является основной причиной заболеваемости и смертности от рака и других хронических и инфекционных заболеваний. Вот на этом совещании было рассмотрено много аспектов, связанных с здоровьем и курением. Курение и здоровье. Однако, я думаю, что наиболее важным в этом смысле было то, что мы в том времени показали, мы провели химический анализ табачного дыма и показали, что в наших сигаретах, в советских сигаретах и в сигаретах, которые импортировались к нам в основном из Болгарии, очень высокие уровни смолы. Видите, более 30% миллиграмм на сигарету. Вот в нашей стране и в Восточной Европе, и в Китае, кстати говоря. И кроме всего прочего, кроме всех принятых общих рекомендаций по контролю курения, эта конференция рекомендовала снизить, контролировать уровень смолы в сигаретах и снизить уровень до 15 миллиграмм. И как ни странно, нас услышали, и вот эти наши рекомендации повлекли принятие мер по контролю в табачном дыме смолы и никотина. И в 1988 году санэпиднадзор, в то время он был частью Минздрава, рекомендовал снизить до 18 миллиграмм на сигарету, а дальше лучше снижался уровень. И для того момента это была революционная мера, так как, как я уже сказал, уровни сигарет, смолы были очень высокие. И вот я вам вернулся опять. Именно через пару лет после этого началось снижение смертности от рака легкого, у мужчин и у женщин. Я хочу, вот я когда это показывал, я вам не сказал. Вот поворот смертности, снижению смертности после роста, первым был обозначился в Объединенном Королевстве. Так, так, там раньше начали контролировать курение, контролировать потребление табака. И далее, а вот эта совершенно сумасшедшая смертность в Венгрии никогда ни в одной стране такого высокого уровня смертность не достигала. Здесь у нас сидят наши финские коллеги. Они, конечно, вот если бы я Финляндию показал, мне стыдно, надо было это сделать. Вот Финляндия была где-то здесь, и вот она никак в Финляндии уровень смертности никогда не достигал вот этих сумасшедших уровней. Но вот где-то здесь и снижение смертности началось точно так же, как и в Великобритании. И я хочу, значит, вот здесь эту часть своего доклада завершить. Сказать, что контроль уровня смолы и никотина в советских, а потом уже в российских сигаретах привел к снижению содержания смолы в сигаретах и далее к снижению заболеваемости и смертности от рака. Нет других причин, которые могли бы объяснить снижение смертности от рака легкого заболеваемости с начала 90-го года. У нас распространенность курения, если и что происходило в 90-х годах, только происходил рост. Некое небольшое снижение было зарегистрировано вот совсем недавно, может быть, 2-3 года назад, и то я сомневаюсь в корректности вот этих цифр. Тем не менее, официально заявлено, что у нас в течение последних двух лет отмечается снижение распространенности курения, и я готов это принять. Но это никакого отношения не имеет к тому давнему началу снижения заболеваемости от рака легкого. И вот я хочу это показать, что вот это снижение с 93-го года привело к тому, что мы сохранили жизни 200 тысяч россиян, которые бы, если бы не эта мера, так сказать, умерли бы от рака легкого, и это цифры не с потолка. Обычно люди, которые, так сказать, рассказывают нам о превенции, о профилактике, так сказать, цифры берут, ну, не с потолка, но не очень доказательные. Это вот мы рассчитали, вот эти сохраненные жизни, это ожидаемые минус, наблюдаемые цифры, обзоры, наблюдаемые цифры, которые вот рассчитаны по всем правилам статистики, и вот 180 тысяч, 180 тысяч жизней мужчин, которые были сохранены в результате нашей меры, и вот небольшое количество, но жизнь, она и есть жизнь, 22 тысячи жизней женских. Теперь я быстренько про алкоголь, быстренько, не знаю, насколько быстренько получится, я просто напомню, хочу этот слайд. Вот видите, эти флюктуации, и за счет, в основном, это сердечно-сосудистых заболеваний, внешних причин. И для того, чтобы объяснить эти флюктуации, сейчас-то мы знаем, в чем причина, тогда мы этого не знали, мы организовали большое крупное исследование в России, в общем, уникальное, не только в России, но и во всем мире, которое состояло из нескольких частей. Это ретроспективное исследование, когортное, ретроспективное включало 50 тысяч человек, когортное – 200 тысяч человек, анализ вскрытий судебно-медицинских – 25 тысяч, в общем, препрезентативное большое исследование. И я не буду останавливаться на деталях, и мы показали, что вот чрезмерное, или я, ну, не придумал, а перевел с английского «hazardous», то есть опасное потребление алкоголя повышает риск значительно и с высокой статистической достоверностью, с высокой статистической достоверностью вот ряда заболеваний, включая рак верхних дыхательных и пищеварительных органов, рак легкого, и вот тут перечислены заболевания, и практически всех внешних причин. И это результаты ретроспективного исследования, а это – проспективное. Видите, смертность растет в зависимости от потребления алкоголя. Это в этой когорте. От малопьющих до много пьющих, более трех бутылок водки в неделю, от 8 на 1000 до 21 на 1000. Значит, в три раза смертность увеличивается в зависимости от потребления алкоголя. И этот тренд обуславливается, обусловлен абсолютно болезнями или состояниями, причинами, которые связаны с алкоголем. Я вам описал вот эти графы для молодых людей, для пожилых, ну, более старших, описывать не буду, у меня нет времени, но тренды такие же. И мы на основании этого пришли к заключению, что алкоголь, чрезмерное или опасное потребление алкоголя является причиной 60, около 60% всей смертности у молодых мужчин, меньше у старших мужчин, женщин молодых – 33% и 12%. Это, опять-таки, основано на эпидемиологическом исследовании, на статистике, это не выдумки. И наше заключение по этому поводу, я об этом уже говорил, что опасное потребление алкоголя является основной причиной преждевременной смертности в России. Теперь, что касается курения. Это же наше же конкортное исследование. Вы видите, что если мы сравним курящих с некурящими, курящих, которые сейчас курят, в настоящее время курят, с теми, которые никогда не курили, мы увидим повышение риска, ожидаемые риски для рака верхних, рыхательных и пищеварительных органов, рака лёгкого, для практически всех форм сидельсосудистых заболеваний, для лёгочных заболеваний. Риски немного не очень высокие, то есть высокие, но по сравнению, если бы, допустим, мы в Англии провели бы или где-нибудь в Европе, риски бы были побольше. Для всех причин курение повышает риск на 53%. На 53%. Этот относительный риск, 1.53, транслируется на, так сказать, процент смертей, связанных с курением. Я не буду в детали входить. Значит, транслируется, что на основании этого мы можем сказать, что одна треть всех смертей среди курящих вызваны курением, табаком. И наш относительный риск плюс результаты вот этого глобального опроса, который у нас проводился несколько лет назад, указывает на то, что 20%, только 20%, это не мало, но только 20% всей смертности связаны с курением. Это почему мало, почему я говорю только, потому что непрямая оценка Ричарда Питта и его группы говорила о том, что одна треть всех смертей связаны с курением. Но у нас в России мы другие, как и во многом другом. Но в итоге, я не буду больше говорить о деталях, две трети всех смертей с Россией обусловлены, причиной их является табак и алкоголь. Значит, мы приняли меры, я имею в виду, вот эти наши результаты были приняты во внимание, были приняты меры по внедрению рекомендации Всемирной организации здравоохранения по контролю алкоголя. Вот здесь перечислены эти меры. И что мы получили? Мы получили хорошую новость. Потребление алкоголя снижается, это весь алкоголь, это крепкие спиртные напитки, это нелегальный алкоголь, растет потребление пива и вина. Ну, это благо, я думаю, на фоне того, что мы видим. Это опять же тот же слайд. И, наконец, я хочу опять перевести это в количество сохраненных жизней. Значит, два миллиона с лишним смертей мужчин мы, так сказать, избежали. Мы измежали смертей, двух миллионов смертей. Мы сохранили жизнь двум миллионам мужчин и более миллионам женщин. Опять-таки, вот эти расчеты я специально показываю, но у меня, конечно, нет времени на деталях останавливаться. Значит, таким образом мы сохранили жизнь трём миллионам человек. И я вот транслирую это на будущее, говоря, что, может быть, скорее всего, я надеюсь на то, что если этот тренд будет продолжаться, мы сможем достигнуть цели, поставленной, как она называется, ООН, которая рекомендует снижение, относительное снижение на 25% смертей от неинфекционных, хронических, неинфекционных заболеваний. Если мы примем во внимание вот эти знания, мы это все знаем, я на этом останавливаться не буду, если мы всё это примем во внимание, если мы будем серьёзно к этому относиться, видите, в основном все изменения касаются поведенческих, изменения поведения. Мы, конечно же, этого добьёмся, и это, конечно, надо делать. Вот, слава богу, зал начинает наполняться, это говорят о том, что всё-таки интерес к профилактике, хоть и с 45-минутным опозданием он всё-таки проявляется, и, наверное, у нас есть шансы по этому поводу. Ну, я тут отдельно хотел поговорить о загрязнении атмосферного воздуха, но не буду говорить, но я хочу вот сказать следующее. Наряду с поведенческими и гигиеническими мерами появились знания, которые нужно думать, как их имплементировать, как их внедрять. Вот совершенно очевидно, доказанный факт, что аспирин является, снижает риск развития многих форм рака, в том числе это показано нами по отношению к раку желудка и толстой кишки, опубликовано чёрт знает когда, в прошлом веке. А потом есть уже и рандомизированные клинические исследования, которые говорят о том, что это применение аспирина для профилактики рака, возможно, в группах высокого риска, это, так сказать, эффективно. Наконец, вот применение ингибиторов ароматазы для профилактики рака молочной железы, это тоже надо думать об этом, как это применять на практике среди женщин высокой группы риска. Теперь я вроде всё говорил, всё как-то очень было хорошо, но вот видите, как всё-таки не совсем так хорошо, как хотелось бы. Это, я не знаю, как это по-русски звучит, вы меня простите, это соотношение смертности к заболеваемости процент. Плохие показатели, очень как у мужчин, так и у женщин. Видите, 90%, то есть менее 10% пятилетняя выжимаемость. Ну, сейчас у меня нет времени, но очевидно плохие показатели. А это количество, то есть процент опухоли, выявленных на поздних стадиях, тоже плохо. Видите, рак лёгкого, 70% выявляются на поздней стадии. И, кстати, это хуже, чем это было когда, в 2001 году. Значит, вот пока я не забыл, я хотел это сказать сначала. Все статистические данные, весь анализ статистики основан на сборнике, на справочнике, которые издаются ежегодно институтом имени Герцена, онкологическим, с первым автором, профессором Каприным. И это традиционно справочник, которым мы пользуемся, это единственный источник, которым можно пользоваться достоверно. И мы его любим, мы им пользуемся. Но я всё-таки говорю, что всё основано на этом справочнике. Естественно, анализ наш, но, так сказать, данные профессора Каприна и его коллег. Фу, дальше. Теперь, вот мы говорили, я показал о том, что диагностика хромает. Ранняя диагностика хромает, ну не хромает, а просто трагическая ситуация, рак лёгкого, 90%, 70% диагностируется на ранних стадиях. Что делать? Конечно, в скрининге этому посвящена сессия. Ну, я не буду уточнять, говорить ни о чём в деталях. Единственное, вот насчёт рака лёгкого, я до сих пор сомневаюсь в возможности применения в популяции, популяционного, так сказать, скрининга рака лёгкого. Конечно, я знаю, что есть данные, об этом расскажу, что в контролируемых исследованиях смертность снижается на 20%, но жизнь – это неконтролируемые исследования, и поэтому, ну, я высказываю сомнения, но меня, я надеюсь, мне скажут противоположные, убедят, что это не так. Но есть возможность дальше, ну, в общем, скрининг рекомендуется провозить в группах повышенного риска, то есть среди мужчин, которые много и давно курят или курили. Но есть возможность, так сказать, уменьшить вот группу риска. Очень интересные новые данные, наши в том числе, появились о том, что генетическая предрасположенность, полиморфизмы влияют на риск злокачественных опухолей. В данном случае я хочу показать один пример рака лёгкого. Очень много, 22 лопуса выявлено сейчас, генетических полиморфизмов, которые повышают риск рака лёгкого. Но там риски небольшие, а тут риск большой, достаточно большой. Значит, это определённые варианты гена BRCA2, который, как мы знаем, связан с высоким риском рака молочной железы, рака яичника и так далее. Но вот видите, вот этот вариант, я не буду указать, этот вариант повышает риск плоскоклеточного рака в 2,5 раза. Эффект меньший для аденокарцинома всего на 1,47%. Но это ещё один параметр, с помощью которого мы можем сузить группу риска, для того, чтобы думать о скрининге. Вот, собственно, это тут сказано по-английски, что использование этого значительного генетической связи между вот этим вариантом гена BRCA2 и раком лёгкого может быть использован для идентификации групп высокого риска среди курящих, как это и предполагалось вообще, так сказать, для скрининга рака лёгкого. И вот этот тривиальный слайд, но я думаю, что это все должны об этом помнить, что обоснованная, научно обоснованная, превентивная тактика является наиболее мощным инструментом контроля злокачественных опухолей, а также других хронических и инфекционных заболеваний. Спасибо за внимание. Я думаю, что я не очень долго говорил. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Спасибо, Дарья Георгиевич. Действительно много вопросов, на них мало ответов. И все вот эти вот доклады, а у Давида Георгиевича обычно это очень глубокие доклады, они об этом свидетельствуют. Пока ещё мы не можем ответить на многие вопросы, но будем продолжать, может быть, в процессе дискуссии на какие-то вопросы нам удастся ответить.